Так много рассказывали про эту революцию гидности и так далее, и так далее. Мне кажется, на самом деле, происходить начинается именно сейчас. Выходили тогда на сцену и изображали там едность. Знаете, вот вышли, вот эта вот едность таких, едность заклятых друзей, знаете, вот это. И прикрываясь Майданом, они начали рассказывать, что у них там антиконституционный переворот в Раде, это типа Майдан, да ничего не Майдан, да, и сцена никакого отношения к этому не имела. Ну, знаете, как хотелось бы озаглавить протестный шухер, да. Вот наш блог следующий. Почему протестный шухер? Потому что, ну, вот такая неделя у нас выдалась, значит, протестная. Кто-то скажет, что нельзя шутить над святым, то есть Майдан, там, революция и так далее. Я вам скажу, друзья мои, есть, знаете, как только искренний верующий человек может пошутить над религиозными идолами. Поэтому идола у нас нет, будем шутить, будем пытаться в любой серьезной ситуации, знаете, относиться к ней с юмором и сатирой. Иначе, знаете, надо завернуть, как там, загурнутися у билой простой родлой пувиль, но пертись на цвентер. Но поскольку мы этого делать не хотим, поэтому будем разбирать ситуацию, ну, в том виде, в ком есть. Что у нас было на этой неделе? На этой неделе у нас были протесты ФОПов, которые солидарно поддержали профсоюзы. Почему я считаю, что это очень важное уже достижение само по себе? Потому что у нас много противоречий. ФОПы — это те, кто создают рабочие места. И очень часто ФОПы дают рабочие места людям, оплачивая, ну, минимизируя свои расходы, они оплатят в конвертах. Да, мы же понимаем, что, собственно говоря, наверное, это единственный способ для них выживать. Мы же, как профсоюзы, естественно, выступаем за легальную высокую белую заработную плату, потому что это и социальные гарантии, и права, и официальная занятость, и многое другое. То есть тут мы, казалось бы, на разных полюсах, да? И тут очень важно, почему же мы вместе. Потому что объединило нас право на труд. Потому что те же ФОПы, по большому счету, это, ну, кто-то, можно сказать, самозанятые, кто-то создает работу себе, кормит свою семью и еще создает несколько рабочих мест. Они тоже трудятся сами. И нас, и их объединяет право на труд. И, как ни удивительно, нас объединило право на гидность. Так много рассказывали про эту революцию гидности и так далее, и так далее. Мне кажется, на самом деле, происходить начинает именно сейчас. Объясню, почему. Знаете, когда я работал еще в офисе уполномоченного по правам человека, ну, я не мог быть на одной из сторон. Поэтому в силу работы я был между и видел обе стороны. Я не поддерживал, знаете, и Майданы, и вот эти антимайданы. В свое время я стал первой палатки Украины без кучмы. Меня тогда поюзали. Я понял, что это такое. И сказал, что больше я на протесты не хожу. Ну, то есть не мое. Ну, точнее, хожу, но, скажем так, либо руководителем, либо я, знаете, я уже поигрался в это все. Поэтому всякие Майданы я особо не поддерживаю. Буду честным. Но при этом я выступал и выступаю за права и свободы. То есть право на 39-ю статью – это мирные протесты. Когда протест не мирный, извините, я буду на стороне тех, кто обеспечивает правопорядок. Когда те, кто обеспечивает правопорядок, применяют силу чрезмерно или неадекватно, или когда ее вообще не надо применять, или пытаются избежать ответственности, я буду против этого и буду против них. Поэтому тут я буду, как говорится в английском, stick to human rights. То есть займись правами человека. Вот, собственно говоря, вот эту роль я исполнял. Я наблюдал за сценой Майдана, имел возможность наблюдать это изнутри, и снаружи, и сзади, и сбоку, и что угодно. И я видел, знаете, вот эти лица, которые выходили тогда на сцену и изображали там едность. Знаете, вот вышли, вот эта вот едность таких, едность заклятых друзей. Знаете, вот эта вот едность заклятых друзей. Потом эта сцена Майдана устроила антиконституционный переворот в парламенте, назвав это Майданом, хотя это совершенно другая процедура, поверьте. И прикрываясь Майданом, они начали рассказывать, что у них там антиконституционный переворот в Раде, это типа Майдан. Да ничего, не Майдан, да, и сцена никакого отношения к этому не имела. И когда кто-то говорит, что вот эти вот все сцены Майдана, вон и зрады Майдан. Слушайте, друзья мои, как можно зрады-то то, чем ты никогда не был? Да не были они никогда никаким Майданом, поэтому и зрады-то не могли. То есть просто надо назвать вещи своими именами. Так вот, вы думаете, у ФОПов все в порядке внутри? Тоже есть разные течения, разные лидеры, амбиции, разные подходы даже к вопросам. У каждого свой оборот, у каждого свои там интересы, свои группы. Трений очень много. Думаете, профсоюз у нас, ой-ой-ой-ой. Внутривидовая борьба, она более беспощадна, чем межвидовая. Я вам скажу, что та борьба, которая происходит у нас в профсоюзах, например, там это же может быть, например, системное трение между бюджетниками, да, там целая сфера бюджетников, и, например, теми, кто работает в промышленности. Это разные. И у нас тоже есть недопонимания. Одни более зависимы от власти, другие это администрация завода. Или там есть там а-ля конфедерации, космические, галактические федерации, там против, например, там федерации, там, которую называют, федерация простопилок, которую называют там постсовковые официальные. Есть разные, поверьте, очень разные. Но есть у нас и СПО, там единственный единый орган, где мы все представлены, да, то есть мы пытаемся находить компромиссы. Поверьте, у нас внутри очень все непросто. И мы иногда так спорим, что даже обижаемся, баним в фейсбуке друг друга, хамим, ну по-разному, поверьте. То есть вот просто мы стараемся, ну по возможности не выносить это на публику, потому что это наше. Так вот, мы ругаемся искренне, обижаемся искренне, баним друг друга искренне. Потом где-то по 50 договариваемся, миримся, ищем точки соприкосновения. И вот когда мы выходили вместе на эту сцену, все разные, еще позавчера мы где-то там спорили, ругались, мы разные. Мы выходим на сцену, и вот эта искренняя радость видеть друг друга на одной сцене, вот она настоящая единость, вот где она рождается. Это то, чего никогда не было на сцене того Майдана. У нас оно рождается. Это не значит, что мы завтра будем жить вместе, одной семьей, счастливо. Счастливо. Нет, мы сейчас, вот вчера там ведем переговоры, ищем компромиссные точки там для того, чтобы предложить что-то власти, чтобы, ну цель же не окна побить и двери и спалить что-нибудь. Нет, цель достичь защиты своих прав. Мы ищем точки соприкосновения профсоюза с ФОПами, ФОПы с ФОПами, профсоюзы с профсоюзами, с депутатами разными и так далее. Мы все это ищем, очень непросто и тоже на повышенных тонах, поверьте, даже сейчас. Но когда мы выходим вместе на сцену, это то, чего никогда раньше я не видел. Когда разные люди, которые не стесняются сказать, что может быть где-то даже оппоненты, что где-то там ругалище, но они искренне рады видеть друг друга, жмут друг другу руку и поддерживают. Потому что тут рождается то, чего никогда, наверное, ранее не было. Слово солидарность. Не вот то политическое значение, которое поюзал Порошенко. Нет, солидарность. Это когда, может быть, я не понимаю, почему у тебя именно так, но ты говоришь, что это жизненно важно для тебя. И если проголосуют это в Раде, не будет тебя как класса, например, ФОПовцев, я как профсоюзы приду и буду защищать. Даже если я, ну это не мои интересы, даже если тебя хлопнут, меня это не будет касаться. Но я приду и буду тебя защищать. Когда я выхожу от имени профсоюзов и говорю, там вот это Третьяково хитро сделанные, значит, они в прошлом году пытались хлопнуть Трудовой кодекс и профсоюзы одним законом, у них это не вышло. О, теперь они хитрые стали, они разбили это на семь законов, пытаются по одному протянуть. Ах, хитро сделанные такие, да. Вот, я выхожу и говорю, это бьет по нам и нас уничтожает. То я знаю, что ФОПы будут стоять у меня за спиной защищать нас, хотя их это, в принципе, не касается. Но вы не поверите. Мы даже думаем о том, чтобы поюзать то, что есть уже сегодня у нас в законодательстве. А есть закон про социальный диалог. Так вот, собственно говоря, в этом законе о социальном диалоге есть очень классный инструментарий. Ведь профсоюзы, они бывают хорошими или плохими не потому, что, ну вот они хорошие и плохие. Их хорошими или плохими делают люди. Эффективные или неэффективные, активные или неактивные, продажные или не продажные люди. Это инструмент. Инструмент он не имеет знака, он зависит от того, в чьих он руках. Поэтому сейчас мы будем заниматься тем, чтобы использовать инструмент профсоюзов в ФОПах. То есть не просто объединение ГОшка какая-то, ГОшка, Гильдия и так далее, а именно как профсоюз. Профсоюз – предприемцы малого и среднего бизнеса, самозанятых. А знаете почему профсоюз? Потому что там такие права прописаны в законе о социальном диалоге, что если у вас будут созданы юридические мобильные группы, подкрепленными ребятами, которые способны, скажем так, даже своим присутствием аргументировать необходимость послушать эти мобильные группы юристов. Поверьте, этот инструментарий дает такие возможности, что закрыть ФОП, прийти к нему с проверкой, нагнуть, чего-то там выдать и так далее, будет просто невозможно без согласования с профсоюзной организацией, которая может создать 3 человека на предприятии. Поэтому мы будем пытаться в уже существующее законодательство усиливать и улучшать его, создавать и пользоваться инструментарием уже существующим, наполнять его живым и эффективным смыслом и бороться дальше. Далее, что будет дальше, да, то есть вот примут наши требования, не примут, куда мы пойдем, да, будем бороться до того, чтобы приняли. Конечно, власть нужно дожимать, власть должна служить нам, а не внешним компрадорам. Мы же понимаем, что все то, что навязывают, фискализации там и так далее, и так далее, все это, оно служит внешним для того, чтобы выжимать наших. Вы знаете, каким-то образом в стране, которую мы купили, эти внешние пришли и купили, все отняли, а что-то завели в банкротство и просто забрали. Что-то отжали через наглядовые рады. И тут вдруг все равно, живут какие-то тут фопы, понимаете, граждане тут живут, и тупо, подло выживают и скирдуют себе что-то. Так, всех фискализировать, вывести из тени, сдохнуть и уйти в услужение корпорации. По-другому же никак. Мы же понимаем, что по сути идет борьба не за права фопов, идет борьба за субъектность, суверенность страны, идет борьба за возврат государства, ее гражданам. Вот что происходит. Да, и тут в единстве будут и организации инвалидов, которые там будут поддерживать нас, и организации, у них тоже есть предприятия, кстати. Ну вот, а инвалидам, чтобы вы были в курсе, аж 70 гривен в день насчитали на то, чтобы они жили и ни в чем себе не отказывали. Да, такие крутые у нас законы. И профсоюзы будут, и фопы, но для нас очень важно, чтобы у нас, вот для меня главным сдобудком будет, это рождение вот этого слова солидарность, объединение вокруг таких принципов, как жизнь, право на жизнь, право на гидность и рождение этой гидности на этой маленькой нашей импровизированной сцене. И право на труд, это конституционное право на труд. Кстати, ну такая, знаете, вишенка на тортик, тут много обсуждали, что же там случилось с очками Третьяковой, которая пришла посмотреть на тех фопов, которые заплатили 8 тысяч гривен налогов, вот, ну ей там показали. Так вот, как мне сообщили товарищи, никто ее руками не трогал, просто ее познакомили с Конституцией, ну вот, собственно говоря, в результате знакомства с Конституцией у нее упали очки. Ну, может быть, хоть так она изучит Конституцию, Конституционные права и свободы граждан, которым она, как слуга народа, а не Сороса, призвана служить. Вот, собственно говоря, то, что имело быть место на Майдане, ну у нас не на Майдане, а на Конституционной площади, и как это будет развиваться в дальнейшем. Очень надеюсь, что нас впредь будут поддерживать и в том числе и представители бюджетной сферы, и профсоюзы. Так вот, главная, кстати, трудность у нас в том, что форма публичной борьбы за свои права ФОПов — это 39-я статья «Право на мирный протест», а природная форма борьбы профсоюзов — это страйк. Страйк у нас есть в Конституции, только механизмы его реализации выписаны так, что вы провести страйк не можете. А это все равно, что быть беззубыми, потому что у вас нет зубов, у вас дубинки нету, которые вы можете заставить другую сторону общаться с вами на равных. Так вот, профсоюзам менее притоманно ходить на митинги, то есть профсоюзы отстаивают свои права путем страйка. Учитель может пойти на страйк, он может быть в аудитории со своими учениками, он же не бросит их, он будет с ними, но будет этот день рассказывать не математику, а рассказывать о коллективной форме защиты прав, о том, что солидарность — это классно, о том, какие права и свободы есть в Конституции, что такое право на труд, что такое право на достоинство. Вот это и будет форма протеста учителя в виде страйка. Точно так же и врач-медик, он не бросит, особенно сейчас, он не бросит своих пациентов для того, чтобы поехать помитинговать в Киев. Нет, он тоже призван защищать в первую очередь жизнь, и он будет эту жизнь спасать. Поэтому нам, как профсоюзам, особенно бюджетникам, митинговать сложно, и металлургам, и другим сложно. Для нас форма протеста — это страйк. Но даже при том, что это не совсем природная наша форма протеста, даже в этих условиях выходят, вот вышли и учителя защищать свои права, скорее всего, будут выходить и медики, вышли и представители самой Федерации профсоюзов. Все-таки мы пытаемся солидарно быть вместе с ФОПами, потому что всех нас, еще раз подчеркну, объединяет стремление вернуть наше государство народу. Продолжение следует...